Сразу же давайте обговорим, без мата, окей? А зачем я пришел? А зачем? Нам тоже скажи то же самое, потому что Зимон... Дайте погромче микрофон. Раз, раз. Раз, о. Сейчас все настро. Скажи, потому что мы тоже можем материться. Я вообще не сомневаюсь. Пацаны, короче, тема такая. У меня, короче, розыгрыш. Я так типа на пять минут ворвусь, и потом по-английски чисто вот так вот сольюсь с ковролином и растворюсь. Я готов с тобой пойти. Да, мы договорились. Мы вчера договорились. Он сейчас говна на вентилятор накидает и свалит, а мой разгребывает и все, да? Ну ты как организатор РДС Восток и... Нет, честно, я вообще на таком позитиве. Я смотрю на этих парней, они такие классные. Вообще даже ничего базарить не хочется. Единственное, что я хочу сказать перед тем, как я уйду по-английски, я хочу сказать, что в этом году прошло несколько мероприятий, конкретно в Сочи Джимхана, на которые было заявлено участники, которые активно пропагандируют нелегальный дрифт, снимают про это видео и лишены лицензии РАФом, Дмитрием Добровольским конкретно. И когда мы согласовали тут мероприятие и список участников подали, нам из РАФа сказали, если вы этих ребят не уберете из списка, мероприятие мы не подтверждаем. И мы вынуждены были позвонить пацанам и сказать, пацаны, мы вам вот хотели оплатить гостиницу, привезти вас в Сочи, дать билеты на формулу, прекрасно провести время в сентябре, но вы, короче, тут зашкварились, ну типа вот этой своей движухой. И мы вас, к сожалению, не можем видеть, поэтому они очень сильно обломались. Еще у нас в следующем году, я вам такой супер секрет раскрою, есть проект от одного очень крупного известного спонсора, его здесь нет пока, но он будет. Прям вообще крупного максимально. Решает вопросы экономики России, я так скажу. В котором один из пилотов получит спонсорство. То есть у нас будет главный приз, не просто там деньги или какая-то поездка, спонсорство, спонсорство этого спонсора. И, конечно, нелегалы его не получат. Макс, у тебя есть варик заработать пару-тройку лямов? Да не слышно вообще, забей его. Короче, я вот людям говорю, не себя. Поэтому, да, про пару-тройку лямов ты услышал. Поэтому бросайте это дело. И надо, короче, все это дело систематизировать и получать удовольствие. По-моему, РДС дешевле за год не стал. Ничего нового, я, мне кажется, не скажу. Мы можем включить трансляцию. И, в принципе, вы можете поговорить со мной с телевизором. Знаешь, какой РДС стал? Есть РДС Запад, РДС Юг. Они стали дешевле намного. Чувак, который выиграл РДС Юг, он из Таганрога. Это уже из Нижнего Тагила. Прости, прощения, это уже приговор. Это уже диагноз. Кто из Нижнего Тагила? Там есть дрифтеры, он победил РДС Юг на стоковом СХ Саганрога. Как его фамилия? Сазонов. Сазонов, да. Короче, братан. Все подвязывать, подвязывать. Да. И идем бухать в палатку РДС. А там мы уже договоримся. Договорились. Что там, есть еще вопросы? Это мне? А, я понял. А у меня есть микрофон. У меня здесь свой микрофон. Все знаете, что я из Владивостока, да, и у нас сейчас сильно активно вот эта нелегальная движуха. Нелегальная серия, я давай назовем. Я сейчас это расскажу. Нет, нет, нет. У них есть даже на улице клиппинг-зона, прикинь. Но у них есть круг. Это вообще не круг. Да, да, да. Есть эта история. В общем, ребята там кайфуют максимально, как они говорят. Мы такие, вот у нас нет денег ездить на треки. Ну, как обычно, вот эта вот песня нелегалов, у нас нету бабок ездить на треки. Хотя вот наши треки, у нас есть в Владивостоке 2 площадки, на которые можно приехать. Змеинка и премьеринг, да. Они по стоимости одинаковые, абсолютно. И при этом можно там, он стоит 2000 рублей. И при этом не с человека, да, вы приехали там. Совсем. То есть вот 2000, по 200 рублей скинулись и гоняйте сейчас. Не вопрос, это недорого. И почему-то все равно они не едут. Они едут на этот D1 фуникулер, как они себя называют. Мало того, это нелегал, который прибедняет, что у них нет денег, но они почему-то выпускают свой мерч. Сами понимаете, сколько стоит вложиться и произвести худи, кепки и так далее. То есть достаточно такая нормальная. Они производят мерч. Макс выпускает только наклейки. И ему осталось выпускать еще алкоголь и все, и все нормально. Нормальный вопрос. Потому что реально вот это движение, вот это движение появилось, оно совсем недавно появилось. И они хотят быть похожи вот на Макса. Максимально. Они смотрели, снимают уже видосы, как они там едут, вот проезжают эту клиппинг-зону, царапают эту глушителем бордюру. И вроде все красиво, позитивно, всем интересно, романтика, все там долбят, кайфуют. Но есть обратная сторона этой медали, которая мало того, что вообще вот это движение, оно сильно вредит развитию правильного дрифта, правильного, организованного, безопасного максимально. Они условно гадят в тех местах, где они находятся. Потому что после вот этих покатушек, это всегда проходит ночью. Мало того, что окружающие дома, там живут люди, они слышат там всю ночь этот виз, кричание. Второе. Уже все эти бордюры, потому что они не всегда их красиво объезжают, они в них врезаются, бордюры уже выкорчены. Столб там единственный стоит, он погнутый. Плюс там еще есть стена такая, которая вроде как бы далеко, но и туда уже до нее долетели. И вот эти мраморные плиты, тоненькие, они уже разбиты, поломаны. Вечно там свинарники, все такое прочее. И никто, естественно, они это все бросают, уезжают, никто за собой не убирает. И, естественно, вот это вот плохое впечатление они создают. При этом никто ничего им не может почему-то сделать. У нас полиция не такая грозная, как в Питере, где там работает вот этот 12-5-1, у нас нет этого. Слушай, ну вообще они там мусорят, Макс не успевает мусорить. Он просто едет и он вообще из машины не выходит. Я говорю про то, что, Макс, когда ты, то есть есть, да, все знают это правило нелегала. Хочешь кайфануть, ты езди и не снимай. Ты же делаешь это для того, чтобы на тебя посмотрели, на тебя красивого, любимого. Короче, это все... Подожди, подожди, Макс. Все то же самое, я, короче, можно, я просто устал это. Слушайте, да. Не надо, ты меня не слышал еще. Это позиция одна и та же, это как, знаешь, между поколениями, это пропасти. Вы там гадите, вы тут срете, вы срете нам, вы срете спонсорам, вы срете всем вокруг. Я на самом деле вот съездил в Сочи, я после этого в Питере два раза выехал в ночь. Понимаешь, вот когда мы были в горах в Сочи, вот это вот было, это было, это было лучшее, что со мной в жизни в дрифтовой было. Когда ты едешь в этот АГ, где ничего не видно, это было круто, и в горах вообще никто ничего не мусорит, и там все было совершенно по-другому. Я на самом деле в Питере в этом году выехал два раза, и это было настолько ущербно, что как бы, ну вообще просто, это так уже... Вот смотри, все надоело, Макс? Если честно, это уже настолько избито и ущербно. Нет, просто, знаешь, у меня вопрос такой, да? Я вот сейчас строил с Ливо, которую в том году столько хайпа подняла, тут такой вообще, вот там и в углу сидели, тут каждый третий просто думал, что все забрали, все там еще... Вот я ее сейчас перестраиваю, хочу сделать ее там 500+, хочу дальше катать развязки. Мне уже даже неинтересно в городе ездить. Я хочу ехать в стиле формулы дрифта, очком прижиматься к отбойнику, прям вешать на отбойник камеры, как в формуле дрифта они ездят, и идти на пауэрслайде, на лютом так фа. Да, и ребята на самом деле смотрят, не меняя, они завидуют не тому, что мы делаем, а просто вот этой медийке, которая подносится, что ты раз, у тебя за ночь просто раз, тысяча, по тысячу. Вот об этом я и говорю. И все, но просто так же они смотрели на вас, так же они смотрят на этот РДС, так же они смотрят, как на Moscow Raceway, там 10 тысяч человек пришло, они там волну эту делают. Это все одно большое медийное озеро. И как бы с какой бы стороны берега ты не был, шашлыки мы можем пожарить вместе, понимаешь? И все, и это вот оно, оно так и есть. И если раньше дрифт в городе мне был интересен тем, что я... Мне вообще очень нравилось дрифтить в потоке. У меня есть видосы, которые вообще никто не видел, потому что там прям, ну, творится мясо. Там именно идут шашки, дрифтовые шашки. И не просто там деляешь туда-сюда, а именно конфиг прорисован. У ребят не клиппинг-зона у вас, а у них на кругу есть место, где все собираются, и им по приколу черкануться вот этим выхлопом об этот высокий бордюр. И ребята у вас катаются на тачках, которые, ну, у вас во Владивостоке там по 100-150 тысяч стоят, понимаешь? Это совершенно другой прикол. А их цепляет медийка. У меня с ваших есть хороший товарищ Ветров, Саня. Вот он пытался, он развивался. Его даже в РДС в этот ваш пустили. Да, он ездил. Ну, и что, вот он проехал три раза, потом и Чабан поехал к Лосеву. Так зачем нам молодой пацан, если Лосев пропрет? Ну, он же стопудово пропрет. Фейл-крю уже не торт. Они бы набрали туда просто царя Лосева. Фейл-крю уже не фейл-крю. Это что такое? И все, и как бы все, все это медийка. Мы здесь сидим, потому что мы типа медийка. И все. И уже дрифт, он уже на самом деле на второе место падает. И когда мы зарабатываем эту абсолютную медийку, у нас есть какая-то зона уже ответственности, потому что многие люди на нас смотрят. И мы подаем какой-то пример. И они насмотрелись на тебя. О, чувак долбит, крутой медийный, у него есть партнеры, он там валит, он идет против системы, это круто, романтично. И начинает то же самое совершать. Но вы поймите, я всегда говорю, что дрифт это легко, поэтому у нас очень много вот этого всего нелегала. Но правильный дрифт, да, когда дается задание, это уже гораздо сложнее. Вы же на улице едете так, как вам удобно. Вы едете, у вас нету клиппинг-зон. Вы просто едете, где хочешь, там переложился. Я не сказал вообще, кто тебе это сказал? Посмотри видосы, мы ходим. Куда ты ходишь? Мы подсчитываем повороты, мы подсчитываем. Мы приезжаем на спот. Если на споте есть светофоры, перекрестки. Во-первых, у нас есть постановочная зона. Во-вторых, у нас есть клиппинг-зона. В-третьих, мы считаем светофоры. В четвертом моменте, когда ты вылетаешь в зону, как она правильно, в зону вылета. В зону вылета. Нет, не фуридаши, не перекладки эти. С рыжками я их называю. Когда ты вылетаешь в зону вылета, ты такой, ой, я вылетел в зону вылета. Пацаны, выкопайте меня. А у нас, например, пацаны вылетают в зону бордюра. И все, он сидит уже там на траве. И хорошо, что он подальше вылетел, он хоть не мешает дальше катке. Если вы считаете, что мы не дисципли... У нас нет никакой дисципли... Дисциплины. Я просто вчера бухал, немножко заплетаюсь. Так, короче, вы очень сильно ошибаетесь. Это все просчитывается еще больше. За вас это просчитывают судьи, организаторы. И вы таки приехали, и с 35-го раза попали во все клиперы. Ух! А мы должны с первого проехать так, чтобы попасть и не попасться. Скажи проще, пан или пропал. Нет, вопрос в том, что вы едете и только попадаете в какие-то квадратики или там свои видимые зоны. Вопрос, что во время соревнований по дрифту, помимо того, что есть зоны, куда нужно приехать, еще нужно там хорошо сделать перекладку. Я смотрел на самом деле, но ничего сложного, то, что вы делаете, нет. Но вопрос-то не в этом. Я смотрел, Ман, я услышал о тебе на самом деле не так давно, говорят там что-то борщ, 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 борщ. Думаю, кто такой борщ? Дайте посмотрю. Я посмотрел, ну, конечно, беспредел был конкретный. Я видел какой-то заезд где-то там на Subaru, вылетел там между машин, что-то куда-то поехал. Думаю, блядь, вообще этот морозы какой-то. Вопрос в том, если мы все хотим там, ну, мы все любим дрифт. Вы его любите по-своему, мы любим по-своему, ну, не важно, есть любовь к дрифту, да? И хотелось бы этот дрифт все равно развивать и так далее. Но вы забываете, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И вы мало того, что вы рискуете, ладно, своим здоровьем хрен на вас, но есть еще люди, которые просто движутся в потоке, если мы касаемся потоков. Если это ночной дрифт, да, бывают там окружающие люди. Не все лайкают. Ну, Макс. Нормальные люди не есть. Ну, вот представляешь, да, вот я не знаю, где ты дрифтишь, я не знаю, там есть окружающие дома вокруг, я знаю, где вот наши гоняют. И там есть дома, сука. И, блядь, настолько негативно… Сука – это литературное слово, между прочим, ну, бляда тоже может. Вопрос в том, что в целом мало людей знает о дрифте в стране. Мало людей. И когда их первое знакомство происходит вот в таком ключе, когда вот ты такой едешь в потоке, оно и цепляет на тебя какой-то паренек, там, у нас был недавно случай, как раз вот, я просто читаю там новости какие-то, и Prius дрифтил на кольце фуникулера и типа во время дрифта врезался в мирно едущий домой Nissan Skyline с надписью «Дэйдин фуникулер». Серьезно? Prius виноват в итоге, да? Девушка ехала за рулем, понятно, что пацан дрифтил, врезался в нее, но там вот вся банда зрителей стояла, приехали, говоришь, что Prius тут валил бочком, наваливал, а бедный Skyline ехал домой. Ну, понимаете, ну, это прям вообще… Это просто между нами. Это знаешь в чем? Знаешь в чем фишка? Потому что у вас ГИБДД ездят на туриках. Вот они из-за этого и прикрывают пацанов. Нет, ну турики, турики уже у нас, кстати, отмерли, уже туриков нету у ГИБДшников, они ездят уже на Солярисах, на всяком вот этом вот… Ну, я первый раз такую историю в России слышу вообще, чтобы реально обвинили Prius в дрифте, а вот не Skyline. Извините, мне кажется, он уже с нами тут на диван присел, да? Я вообще, я вам так скажу, вот знаете, что пацаны, я вам так скажу, я за дрифт во всем дрифте, и будет Бэрш, будет Шиков, я вам просто, я можно сразу же свою позицию обозначу, я люблю абсолютно всех. Я уважаю каждого, кто делает дрифт, без разницы. Если он нормальный пацан, он нормальный пацан. Если Дима крутой мужик, он давно этим занимается, он обучает людей, он крутой мужик, и он делает правильные вещи, реально он объясняет, как нужно ездить, он делает… Стой, стой, стой! Мы можем с собой поговорить, а мы можем в палатку РДС. Нет, просто… Можем в палатку Дрифт Мацури пойти, там проще. Там у нас веселее, ладно. Но вот тут ты забываешь, две разные грани, то есть есть как бы вот, как Дрифт Мацури СПБ вышел из нелегала, просто это две разные медали. Если он уже в нем засиделся в легальном Дрифте, то даже я еще не засиделся в нем. Слушай, это дело в том, что я просто… Меня выключили. Я просто не знаю, что дальше. Ну вот типа… Ну вот Макс ездит по городу, ну да, здесь… А сейчас что? Ну он съездил в Сочи, покайфовал. Я даже посмотрел. Я даже посмотрел. Он такой вот, смотрите, красиво, да, без базара. Да есть своя веха развития. Он ездит и ездит. Хорошо, у него… Я не переобулся, подожди, я рассказываю две грани. Бабки платят, что ли? Там бабки платят? Ты что переобулся, диван поменял? Слушай, я семенеком первый раз в жизни увидел, что мне понравилось. Спонсоры будут на следующий год. Просто смотрите, вот та же вторая грань нелегального Дрифта, она также подтягивает спонсоров, своих партнеров. Взять, к примеру, Макса. Очень хорошо крутанулся и по итогу ездит фактически без вложений финансовых. Это тоже своя веха Дрифта. И, к примеру, вот Андрей, Эндрю Дрифт, тот же Карбей сейчас его помогает, БГТ и остальные компании. Это вторая сторона медали. Можно заехать как в легальный Дрифт и пытаться пробиваться, как Никито Шиков, потом кровью и, так сказать, всеми возможными методами, чтобы получить это спонсорство. А можно войти в более простое нелегальное движение, а проехаться? Легким путем. Легким путем. Но опять же… Как обычно. В резких путях нет. Короткий, легкий, но он опять же короткий. Он как быстро остатки. Какой короткий? Легких путей, во-первых, не бывает. Во-первых, ты строишь тачку. Ты это вкладываешься полностью. Макс, ну что там твоя тачка? Там 280 сил, стоковый G, что там у нее строить? Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну и что? Я очень рад, что у вас тоже Nokia LT4, я помню. У него столько RB. У меня RB25. А у тебя столько RB. А ты как что ты на мой GZ-то гонишь? Я и говорю просто, что я строю? Рыба гниет с головы. Что там у меня встроил? Купил машину, обклеил и поехал. Ну что там встроил-то? Ну у меня просто стоковая тачка. Действительно. Ну вот я тебе про это говорю. Что там у стока строить? Самая обычная, классическая заднеприводная Subaru с тойотовским мотором, со 154-й коробкой, с V8-лабом кастомным от 46-й, с Nissan-овским редуктором. Это все full stock. Я это все, это с завода пришло, ничего не строилось, ничего не вкладывалось, и стаканы не распиливались. Я говорю про твою Сильвию, а не про... Моя Сильвия? Моя Сильвия сейчас вообще на башбарах, там вообще все по-другому. Про мой Сильвию это вообще... У меня каждая машина, это продолжение меня, это проект. И на самом деле Суба, ну она там в два встала где-то. Понимаешь? Вот просто на стоковом моторе. Это все на самом деле... А зачем? Ну затем. Это дорого, круто, и я это люблю. Толстушка валит. Вот я вот честно скажу. В принципе, ведь дрифт-то не для богатых, тут основная аудитория как бы, ну тут ни у кого, в принципе, нету много денег. Да, мистер кастом. И в принципе, из вот этих всех людей все хотят куда-то ехать. И что они будут сразу там по 5 миллионов тачки строить? Все начнут с чего-то малого. А с СССР какой-нибудь поставить, купить Сливу там за 300 тысяч и на ней потихоньку кататься. Я на переднем приводе сразу в легальных соревнованиях. Кстати, знаешь, что он еще пишет? У всех разный бюджет, абсолютно. Нет, он дрифтил на переднем приводе, и ты просто не слышал его историю. И даже позапрошлым году мы приезжали в Владивосток на Д1, он Аркаша дрифтил на его... Нет, я сначала Аркаш и показал, как он тоже дрифтанул на ВИЦе. Аркаша дрифтил на переднем приводе? Ну не суть, нет. Это было давно. Нет, я пришел сразу в легальный, то есть первые соревнования по дрифту, которые появились в России, они прошли во Владивостоке, и я, получается, на второй этап уже приехал к участникам. Но до этого я даже не тренировался. Слушай, ну сейчас атмосфера доступная максимально. Главная проблема у нас это бабки. Не у всех есть бабки. Слушай, ну автоспорт это всегда бабки. Я помимо тебя донатовать собирал только один раз. Два. Надо сначала заработать, как сказал Гоча. Хватит про бабки. Три копейки заработать и так далее. Но надо их заработать. На что-то надо машину купить, на что-то колеса. Знаешь, как я узнал о дрифте? Короче, Тимон ПВГ едет на Чешном еще тренажке или что-то такое, на Невске, вылетает что-то полубоком. Я такой, шут за красное еще проехала. А там Чигевара вот так на всю бочину. Я такой, это что вообще было? Пошел, как девочка только что рассказывала. Пошла, покурила Google, черная четырка там это. Я вот такой, что это вообще было? Там Че вот такое вот на все. Я думаю, это коммунисты что ли? Что это было проехало? Что это было вообще? Что это было? И такой, а, это вот так вот оно? А сейчас, ну, понимаешь, у тебя были созданы какие-то такие, ты вырос во Владивостоке, у вас там это все косоглазые праворуки и туда-сюда. Ну, это атмосфера такая. Слушай, на самом деле... А здесь все чуть-чуть по-другому. Макс, на самом деле у меня это прошло с воспитанием. Потом я увидел, как вот ребята, Fail Crew, они еще тогда были, там старая-старая гвардия, они тоже покатывали там, просто на том же Пушкинском театре, Катькин Сад, вот там... Ну, Катькин Сад, это вот знаменитая территория дрифта. Это как бы, ну, просто я вырос немножко на другом. А потом еще и Need for Speed Underground, и вот эти все форсажи. Короче, атмосфера, просто почва была другая, поэтому Росток пошел в другую сторону, видимо, и все. Ну, я бы не сказал, что атмосфера. Я тебе скажу, вот когда вот ты начал про бабки, да, то есть когда я начал заниматься автоспортом, ну, чтобы вы понимали, то есть, тогда было вообще невозможно что-либо купить на какую-то зарплату. Но я искал возможности, да, чтобы это сделать. Я начинал с драг-рейсинга. Первого форсажа захотел драг-рейсингом, но я даже машины не было, брал у друзей, неважно. Ну, двигался дальше, потом купил свою, потом начал и так далее, и так далее. Но я искал возможности. Это опять же почва. Да какая почва? Совсем другое время. Сейчас в принципе все по-другому. Сейчас соревнований миллион, на которые можно приехать. От Drift Family, опять же, Drift SPB, Матсури, вот это. Спасибо, да, Матсури. Матсури, ну, то есть много всяких мероприятий. Раньше их не было в таком большом количестве. И раньше автоспорт был в том-то и дело, что все вот они хотят ехать. Так а в чем вопрос? А в чем вопрос? Площадок много, возможности есть. Раньше не было этого варианта. Да нету такого количества площадок. Вы справились? Да кого? В Питере, у вас, в Санкт-Петербурге, есть площадка. В Москве есть. В Питере есть площадка. В Питере есть площадка. Есть тура заноска только. Только культура заноса. И все. Ну, есть же. А есть возможность. Ну, она есть возможность. Ну, в чем проблема? Ребят, вы поймите одну простую вещь. На одной и той же площадке кататься каждый божий день это невозможно. Ты едешь с закрытыми глазами, ты можешь пить чай, курить сигарету, не знаю, там, целоваться с кем-нибудь рядом. Но это есть определенный предел тому, от чего ты получаешь удовольствие. Можно я оставлю пять кабель? Я вот приехал в Сочи, там кайфанул нереально. В город выехал два раза за это лето. И скажу так, за это же лето я кайфанул два раза, когда в мячик к вам приехал. Вот это было просто восхитительно. Просто это вот вообще офигенно. Не забывай, это был формат пестиваля. Просто вот ты, фрук, говоришь, есть площадки. Какие площадки? На которых ты 10 лет проводишь одни и те же мацури, где я уже могу с закрытыми глазами сказать, кто должен на тумбу заехать. Ну, стоп-8 точно предсказать. Подожди, но у тебя... Понимаешь, когда Стилов приехал на первое место, на последнее время, я охуел. Я просто подумал, вот это... Так звезды сошлись и ночь достала. Вот это круто. А вот все остальное, что там Полищук просто издевается над детьми, потому что культура за носа делает вещи, понимаешь, и все. У него уже скоро жопа будет квадратная подковш. Он уже едет с закрытыми глазами эту трассу в Новгороде. И что, мне туда ехать? Знаешь, почему я не хочу ездить в мацури? Потому что у меня машина красивая. Ну, не хорошая, как ты говоришь, но красивая. Я ее считаю красивой. А чтобы ехать в мацури, у меня должен быть миссл. Просто такой миссл, потому что все пацаны сейчас едут уровнево. И они думают, что они дайга сайты с цареграцевыми на Брадершафте. У тебя дайга сайты через одного сидит человека, он уже... И вбахивают просто в бочину тебе. Пипа ловит крышу, блядь. Понимаешь? Этот ловит березу, понимаешь? Они просто приезжают убивать свои тачки. И я, короче, ну не готов. У меня слива хоть истоковая. Вот ты приехал в мячку. Слива хоть истоковая, но я не готов ехать в пороги варить. Мац, подожди. Вот мне дай им микрофон. Ну, отдай им микрофон. Смотри. Они едут очень круто в дверь прямо. Они могут друг другу протирать. Вот знаешь, мы раньше так зимой ехали, как дурачки щетками чистили. Они сейчас могут тряпочкой протирать тебе вот так с боковое стекло. Типа, эй, чувак. Потому что они после манджи эту эску, мне кажется, уже ночью их разбуди. Они такие, а, манджи эсков. Да, да, да. Это же Новгород. Ты прикинь, я там 10 лет катаюсь. Ууу. Слушай, ну вот смотри. Ты однако машина там переворачивается. Я видел, что Жигули какая-то уезжает там в лес. Да, потому что пацаны начинают ехать на агрессию. Нет, ну а почему он едет прямо, без постановки, а просто прямо? Вот ты ему вопрос задаешь. Потому что у него нестоковая Жигули. Вот она стоит, она нестоковая. Она едет прямо. Но все-таки не все так просто. В лес мы все-таки ездим под романом. Ну нет, а только что Макс... Да нет, по-любому у Матвея был план еще, подожди. Не забывай, он блогер. У него был план. Машина отъехала, к нему подошла судья старта, говорит. Давай возьми 5 минут, нормально починись или нафиг не выезжай. Он говорит, сейчас поедем. Ему пацаны прикручивают скотчем этот ручник. Пипа, который перевернулся на крышу. И говорят следующее. Братан, только не дергай ручник, ставься раскачкой. Как ты думаешь, что он сделал? Не, на самом деле, давайте так, кто не в курсе темы, это было так. Он дернул ручник. А вот это проблема в том, что ты... Я дернул ручник не потому, что, типа, я хотел поставиться. Это было... Я сдул давление на задние резины на 0,8. У меня тачка поймала держак. В принципе, да, я... У тебя есть микрофон, ты можешь... У тебя микрофон, говори в него. Все, все. Я думаю, что тебе стоит, наверное... Я поставился, получается, я поставился, понял, что словил держак, и у меня просто рефлекторно... Ну, это уже вторая стадия. Сюда, сюда говори. Я просто рефлекторно дернул этот ручник, естественно, но я дебил, как бы, я не поспорю с этим. Он забыл, что это не автоматная машина, и можно было качать. Нет, ты просто уже... Это секунда, да это с любой аварии. Тут все попадали в аварию, и потом другие обсуждали, как ты так, я бы вот успел. Я бы не поехал. Это просто вот агрессия. Матвей, не жалуйся, у него люди улетают на 150 в питон. Выходит, выходит пацан 16-летний из чайника такой, ну, разбил, и он такой, завтра на тренировку. Он такой, я пошел. Я не скота вообще не жалею, понимаешь, что он дорогого стоит. Он, не, да, поешь, там улетает, и у него древшкола, да, без базара, но, типа... У меня вопрос, вот скажи, Макс, вот ты приехал в мячик, кайфанул? Вообще, мячик, это топчик, я тебе базарю. Ну топ, ну согласись, ну круто. Но я тебе скажу честно, на третий год мячик уже будет не топчик. Погнали, Рязань, братан? Стена магнитная. А ты меня возьмешь с собой? А ты меня возьмешь? Погнали, Рязань за это. Да, братан, меня... Стой, да подожди, тормози, тормози, стой. Меня сюда Пруф привез, а ты меня возьмешь в Рязань? Извини, брат. Погнали, Владивосток, погнали в Рязань. Погнали, Рязань, у тебя есть болтовой каркас? У меня варной каркас, Московия варила. Все, погнали, один этап РДС в Рязань под стену поставим. Да его не пропустят. Да, я думаю, что можно. Не пропустят. Я думаю, что... Просто ради фанта. За ваши бабки, любые ваши вообще эти движения. Вот опять за вашего. Там Куренбин нужен тогда. Насчет денег Куренбин решает. Так он там где-то был, да? Он помещал уже, что он с Димой ездит. По поводу ручника, да, там, ну, посмотри видосы, как нужно ездить без ручника все-таки. Я там как раз 4 серии выпустил специально, чтобы ты его лишний раз не ездил. Блин, ты немного не понимаешь. Я знаю, что люди ездят без ручника. Дима, ты не умеешь. Это был первый этап, на который я поехал после долгого, ну, как бы долгой своей остановки, да. И я просто, как бы, привыкал к тачке, и вот эти все там 10 своих заездов, у меня опять какие-то были траблы, блядь, мне вообще какая-то тачка, я не знаю, я какой-то неудачник, я не знаю, что происходит. Ну, может быть, это, может быть, это аура Жигулей. И я, в принципе, прикатывался все это время, как бы, ну, с ручником. Я знаю, что это можно делать без ручника, я не спорю. Но, блядь, в этот момент почему-то сработала в голове вот эта пигня, дернуть ручник. Я поймал зацеп такой, типа, а, и на автомате дернул. Естественно, без него можно валивать. Это круто. Прости, Матвей, я могу пояснить, короче, за вот этот дрифт, который без ручника. Я вообще, когда начал дрифтить вот на этой стоковой субе, у меня не было ручника первые два сезона. Я вот так же приехал в Новгород и поехал всю трассу, как ребята сейчас катают, и на меня наругались, что нельзя так делать. И я вот ездил без ручника, ездил, и все дрифтеры, про дрифтеры, и мне говорят, как это, выворот, вайсфап и ручник, это азы. А потом, когда я поставил ручника, и знаешь, вот это на автопилоте уже дергается. И когда человек уже привык ставиться не флайм, вот у меня, например, слива не может поставиться нормально флайм. Не хочет она. А вот суба, она инертная. Она наоборот говорит, да зачем мне ручник? Вот так вильнее я пойду. И как бы в этом прикол. И он привык уже дрифтить с ручником, и все уже. Любую машину можно поставить. Я на самом деле, я на самом деле даже за постановку без ручника, просто я опять же повторяю, я был не прикатан, естественно, ручником поставиться проще. И так как я вот эту всю, вот эти два дня тренировочных, я все с ручником ставился, потому что к тачке не привык. Она у меня, блядь, извиняюсь, на каждый этап все что-то доменяется. Но это Жигули. Естественно, я привык к ручнику, опять же, рефлекторно. А знаете, в чем самая суть? Что у него сейчас ручник, как вы знаете, какой? Вот в машине у него. У него ручник березовая палка. Прям реальная. Реальная березовая палка. Это дань, это дань той березки. И все, что происходит, все происходит по плану. Он ее спилил, из нее сделал ручник, да? Да, у него реальная березовая палка. Опять же, вот зачем, вот стояла береза, никого не трогал. Зачем ее? И намусорил. И намусорил, и вот негодяй прям. Нет, я говорю о том, что на самом деле вы стали медийные благодаря там своему нелегалу. Но и все равно на вас уже есть доля ответственности. Люди на вас смотрят. Понятно, что у всех должна быть своя голова на плечах. И типа я ни за кого не отвечаю. Но я типа живу как хочу. Но это же неправильно. Это же не законно. На самом деле, вот даже после прошлогодней лекции, в принципе, мне кажется, сейчас вот любой скажет, что нелегала стало меньше. Вот все, да, смотрят Стилова, там, меняя борща. Но вот где был нелегал в этом году? Ну, по городу даже. Я скажу, у нас нелегал был, потом пропал, потом его не было. Нет, я говорю сейчас, в этом году, в принципе, это не было нелегала. Нет, вот у нас в Владивостоке в этом году прям вот какой-то всплеск этого нелегала. Но они реально пакостят. Реально пакостят. Это, к сожалению, вот эта волна, волна негатива со стороны обычных людей, которые с дрифтом, к сожалению, вот таким образом знакомятся, меня это, ну, коробит. Потому что я, извините, но... А ты пробовал с ними разговаривать? Нет, нет, друзья. Я разговаривал с ними. Вот не что они говорят, подожди, подожди разговаривать. Нет, мы с ними разговаривали, я с ними встречался, я приехал. Ну, мы им дали возможность, говорю, приезжайте к нам на площадку. Но вопрос в том, что как бы приедете сюда, они приехали. И я за кэш порешаю. Ребят, мы им сказали, что, ребят, у вас там приедет там 10, 15, 20 человек. Вы там заплатите там за трех маршалов, ну, потому что вы там можете разбиться, огнетушители и так далее, чтобы было. Это будет копейки на 10 человек. Это меньше, чем аренда трассы даже 2000 в час. На последней бабке заправляемся, едем на какую-то... Знаешь, что они на них ответили? А как вы нас вообще сюда завлекете? К вам ехать 40 километров, чтобы вы понимали, по пустынной дороге ехать примерно 20 минут максимум. Просто вот катишься там со скоростью 90 километров в час и стратил там 5 литров бензина до туда. А как вы нас завлекете? Нам же так далеко туда ехать. Мы тут на фунике типа рядом. Нам тут вообще нормально. То есть их еще и надо как-то завлекать. Им ничего не нужно. Им ничего не нужно. Они готовы. То есть они не несут никакой ответственности перед другими людьми. Они пришли, насрали и ушли. И в этом это проблема. Это проблема. Не в том, что они там дрифтят. А в том, что они врезаются в другие машины, а потом обвиняют других людей. То есть перекладывая свою ответственность на других людей. Пусть город за нас чинит. Мы же типа платим налоги. А какие они налоги платят? Ездят на помойках. Большинство машин фактически распилы. Им срать на эту тачку. Они ее готовы даже отдать ментам, если их будут забирать. Потому что то они там жигу какую-то сжигают, бросили ее там и уехали. То приезжают просто тупо водой себе этот спот поливают для того, чтобы им резина не стиралась. Ну то есть ребята вообще максимально безответственные. И в этом проблема. Потому что не хотят они брать ответственность на себя. Я вот к этому клоню. А как ты считаешь, это хардкор? А? Это хардкор? Это беспредел, я считаю. Это не хардкор, это беспредел. Ничего сложного, то что они делают, нет. Но то, что они пакостят другим людям, которые пытаются, стараются, копят деньги, хотят быть дрифтерами, построили себе машину, приехали на тренировки, по-честному потренировались. У нас есть помимо там РДС-а Восток, есть там ДСЛ, чуть доступнее. Есть народный дрифт, вообще максимально доступная серия. Не-не-не, Дим, подожди, ДСЛ. Ну, ребята, приезжай. У вас ДСЛ тоже с кахкасами вагнами нужно. Слушай, наш ДСЛ решил погнаться почему-то и конкурировать с РДС. И вот отсюда, отсюда и пошли эти ребята. В первую очередь, ну дайте вообще свободный стрит, без кахкасов, без всего, пусть приезжают. Слушай, ну, как вы... В чем проблема? Есть проблема, знаешь, в чем? В чем? Вот ты, как организатор, меня должен максимально понять. Все, что случится на твоем мероприятии, ответственность несешь ты. Да, да, я это понимаю. Уголовную причем. Я понимаю. И представляешь, что это случится? Надо их самих защитить от безопасности. Ну, это... Подожди. Каждый человек... Отпустите, подожди, Дим. ...готов сэкономить бабки, сэкономить бабки, даже на собственное здоровье. Но после того, как что-то случится, что-то случится на мероприятии, он придет и будет предъявлять организатору. Что ты мне не сказал? У нас было так... Подожди, Макс. В 2010 году, когда тоже был беспредел, я был организатором, там первый РДС, и была тренировка, чувак выезжает потренироваться, но выехал, выкатился, а машина уже с каркасами у него, с каркасом была, остальные там еще с болтами у нас допускались. И он без шлема выкатился, а я что-то промухал этот вопрос, он выкатился. И он ехал там, уебался куда-то, ой, извините, врезался. Все, ребят, лишаем лицензии его. Врезался, разбил голову. Ну, не сильно, но у него там кровь потекла, все равно он такой, он пришел ко мне с претензией, а что ты... Причем чувак старше меня, то есть он прям взрослый был ему. И он пришел ко мне, а что ты мне не сказал, что мне надо шлем одевать? То есть опять же я стал виноват. И после этого, естественно, я хочу максимально себя защитить. И защитить тех людей, которые не готовы, не готовы еще... Они думают, что с ними ничего не произойдет. Каждый гонщик, выезжая на трассу, спортсмен думает, что сегодня гонка закончится хорошо, он не разобьет машину об стену. Пипа тоже так думал, да, крышу словил. Но суть не в этом. Все проще. Отказное письмо. В чем проблема? Он подписывает отказное письмо, ответственность берет по себе. А это не работает так? Работает. Нет. Работает. Нет. Работает. Дима, он тебя науне. Не нравится? У меня есть не нравится, есть три волшебные слова. Пошел на ХУ. Нет, на самом деле, вот ты думаешь, что он может написать отказ, но нет. Нет, отказное у нас на регистрации. А ты хоть раз этим отказным, ну, носил его? Там, к юристам. А я тебе скажу, это не работает в нашей стране. Человек подписывает такую бумагу, все равно возлагает ответственность на мероприятие. Значит, у вас просто... Ребят, это закон... У вас там эгоисты есть. Это закон Российской Федерации. Человек не может написать отказную, что он несет ответственность за свою собственную жизнь на каком-то мероприятии. Ну, смотри, у тебя в отказном есть правило, допустим, поведения. Он должен, ездя в шлеме, должен быть пристегнутым. Он просто... Он нарушил, да. Нарушена техника безопасности. Ответственные лица. Кто выпустил на трассу? Твои судьи, твои маршалы. Организатор виноват во всем, что происходит на мероприятии. И в этом есть проблема. И многие... Ну, и к сожалению, вот молодые серии, там, организаторы мелких серий пренебрегают постоянно там какими-то, ну, безопасностью. Ой, мы не будем делать там техком. А потом ему... И у него там сзади аккумулятор какой-нибудь привязан на веревочке. А он куда-то врезается, этот аккумулятор сзади летит со скоростью света и просто проломывает бошку. Об этом... Знаешь, мы вот учились. Это, конечно, такие плохие моменты, но... Я тебе много могу таких рассказать моментов плохих. Целую гору за 6 лет. И до сих пор мы ими спотыкаемся, к сожалению. Да, всегда. Но есть вот правила, прописанные в RAF, там, вот мы, ну, РДС этим... Мы не RAF. Вы не в RAF, понятно. Вы пытаетесь минимизировать расходы участников, но, к сожалению, автоспорт, дело такое, почему нету любительского... Ну, нет вообще понятия любительский автоспорт. Единственная категория, которая попадает под любительский автоспорт, это ралли третьей категории. Нет такого понятия. То есть везде автоспорт это лицензированные пилоты. Ну, дрифт еще пока видишь, не автоспорт, поэтому есть такие возможности. Да, да, да. Слушай, ну вот у нас есть примерно в автодроме в Санкт-Петербурге очень такое интересное соревнование. Там получается... А вы захочете там разговаривать между собой? Между собой? А вы послушайте. Нет, пацаны, если нам не надо, то я пойду. Да, нет, 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 ты посиди. Давайте, давайте, знаете, по-другому. Вот мы сейчас все с вами сидим, все смотрят. Знаете, в чем основная суть? По моему мнению. Мы обсуждаем одну и ту, одну и ту же сторону медали. Их не две, она одна. Просто кто-то находится чуть выше, кто-то чуть ниже. Но вместе мы все мы продвигаем одно и то же направление. Я вам расскажу на своем примере. Я ровно год назад смотрел на вас со стороны и думал, уровень. Это уровень. Это люди, которые к чему-то пришли. Раз, раз. Тогда ты громче говори, хорошо работай. Не, давай. Это люди... Нормально работай, просто громче говори и... Раз, раз. Это люди, которые к чему-то пришли. Не шепчи. А сейчас? А сейчас? А сейчас? Так, ребят. О, нормально. Для зрителей как раз. Господа, если есть какие-то вопросы, погнали. Давайте. Подождите, подождите. Дайте я скажу. Дай ему сказать. Дайте я скажу. А сейчас я сижу вместе с вами вот здесь. Понимаете? И дрифт, какой бы он ни был, он объединяет. Не важно, профессиональная это лига, либо чуть пониже. Все равно дрифт, какой бы он ни был, он объединяет. Самое главное, чтобы это было культурно, красиво, четко, с расстановочкой и максимально жарко. Я вот за это. Безопасно, чтобы другим не мешало. Согласен. Знаете? Знаете? А теперь пересаживайся. Нужно думать не... Нет, теперь ты должен идти сеть. Ты должен идти сеть сейчас. Ты сказал грамотную вещь. Давай. Стойте, стойте. Ребят, я... Он между ними должен сесть. Нет, нет. Поаплодируйте, пусть он сядет туда. Я буду стоять посередине. Ребят, я... Ребят, ребят, я... Я каждое утро на своей машине вожу ребенка в детский сад и на хоккей. Вот такой, как ты есть. Вот бирюзовый чайзер, карбейс. Я ровно сажусь с утра, завожу машину, аккуратненько, тихо-тихо, выезжаю, прям глохну, выезжаю с двора и вечером... Бывает, конечно, поздновато, но приезжай. Я как-то раз в воскресенье выхожу с утра и понимаю, что у меня у глушака вот такая шуба из пены, которая запенивает, ну, когда делают ремонт, и рядом лежит баллон. Я так на все это дело смотрю, думаю, нормально. Беру вот этот брикет вместе с баллоном вот так вот разом, оттуда его вынимаю и такой смотрю сразу же на окружающие дома. Причем я, ну, езжу на машине уже года два. Думаю, интересно, кто это бы интересно мог быть. Подошли там такие автолюбители, боже мой, что случилось, как, что, кто, куда. Причем мне не оставляли ни записки. Я понимаю, что я громко, понимаю, что я вроде бы тихо, мне кажется, но на самом деле громко заезжаю во двор. Понимаю, что нарушаю, но с другой стороны, ну, как-то же, надо двигаться. Вот возьмите Никиту Шикова, вот сюда на выставку, он ехал на Белуге. Он говорит, я испытал такой как. Вот я просто еду на ней, но это неописуемый момент. Самое главное, это делать культурно. Как бы это ни было, профессиональная лига, либо лига чуть поменьше, либо это стрит-дрифт. Самое главное, чтобы это было безопасно, красиво и кайфово. Я за это. Самое главное, чтобы мы еще не мешали нашим дрифтам, окружающим, которые ненавидят этот дрифт. Погнали вопросы. Нужно учитывать мнение любых. Ну, давай. Здрасте. Дим, у меня к вам вопрос, ну, и, наверное, отчасти, может, к ребятам. Если говорить о популяризации дрифта, вот сначала, наверное, ребят, к вам. Кто из вас пришел сюда, потому что знает блогеров, а кто из вас пришел, потому что знает РДС? Ну, так вот, реально, кто по блогерам пришел? А кто знает РДС? Не, на самом деле, это круто, вопросов нет. Дим, как вы считаете, что реально больше популяризирует дрифт? Просто я пришла и, ну, начала дрифтить зимой, только потому что узнала от Сереги Силова, что это дешево. Смотри. Оказалось, не дешево. Ну, автоспорт в априори дешевым не может быть. Второй момент. Классика возразит. Боевая классика? Ну, давай. Слушай, но это стоит денег все равно. Это не 20 тысяч рублей. Но это более доступно, чем сливы. Это просто доступно, но это стоит бабок. Главный представитель боевой классики. Вы мне просто скажите, какой вид спорта вообще дешевый? Просто даже не касаясь автоспорта. Да нифига! Нормальные шашки стоят бабок. Я тебе серьезно говорю. Шашки, вы что бы он имел, я думаю. Кстати, математика, это репетитор и все такое прочее. Это тоже не так просто. Шашка, он имеет в виду по городу. Это ты так не мотаешься, а это спорт. Открывай школу шашек. Ну, я не шарю в шашках, что мне сказать. Двигаемся дальше. Что касается о популяризации. Официальный спорт, это, конечно же, скучно, потому что максимально безопасно, нет никакой романтики, постоянно ты врезаешься какие-то стены, чинишь машины. Но это спорт. Это, как и в любом другом виде, прыжки, бега. Это масса тренировок для достижения какого-то результата. Понятно, что любительский дрифт, но он все равно, дрифт появился все равно сначала официальный у нас здесь, в стране, а потом уже появились блогеры. Официальный он только по телевизору. А так-то там где-то на парковках дрифтовали все равно. Макс, первые дрифт соревнования прошли. Да, просто это не афишировалось. Не было блогеров, не было готово телевидение. В 2004 году прошли первые соревнования. Это соревнования. До этого дрифта не было. До этого не было дрифта. Удемник, кажется, который был на парковке. На переднем приводе. До этого? Нет, не до переднего. До этого мы ездили тайм-атак на Зминке. И приезжал один паренек. Один? Нет. Приезжал один паренек на Скайлайне. И все время ездил. И в повороте его разворачивал. Он дымил. Там опять мы думаем, дебил какой-то. И колеса стирает. Это два года он так делал. Два года он делал. Но через потом два года появились соревнования. 2004 года. И этот паренек, мы поняли, для чего он делал. Дрифт. И он уже ездил в управляемом заносе. Но он никогда… Я считаю его первым дрифтером страны. Это Саша Крупин на тот момент. Можете там… Зеродрифтер снимал про него киношечку. Можете посмотреть. Но и суть. Он никогда не выезжал. Он приезжал на Зминку и ездил. Она была доступна. Она была бесплатна тогда. Приезжал, стирал эти колеса. И научился дрифту. И появился потом вот эти соревнования по управлению. Потом первые видосы пошли с Японии, D1, все дела. Но у нас появился сначала официальный дрифт. А вот это ваше блогерство, оно появилось относительно недавно. Потому что когда мы занимались дрифтом, у нас даже не было телефонов с камерами. Вот про что я говорю. А так как вот это блогерство, Макс, а ваше блогерство стало приносить плоды. Многие начали смотреть на это и тоже решили стать такими же блогерами и кататься, оправдывая себя тем, что у них нет денег в официальный дрифт. Это не просто увидели, что это проще немного делается. Не нужно там профессиональные тачки строить и как бы... Слушай, я смотрю на... Нет, я на самом деле смотрю, вообще все блогеры родились такое ощущение в Питере. В других городах нету. Так у нас холодно, делать нечего. Ты подожди. А у нас... Дим, я тебе прикол насказал. Дочитается брифинг утренний, пилот у нас на три под Санкт-Петербурге через две недели. 60 участников, 45 из них стоит с GoPro. Это брифинг, пацаны. Одновременно все. Ну сколько участников в РДСе стоит с камеры? Да нисколько. Я знаю, кто стоит с айфоном, Никита Шик. Потому что у всех есть человек, который стоит с камерой рядом в РДСе. Ну, это вот, это война бюджетов. У них нет бюджетов, они сами себе операторы. Ну, у нас теперь режиссер, повспомни. Господа, давайте дальше вопросы. Давай. Это мой микрофон, чувак. Короче, такой вопрос сложный. Вот вы тут спорите, типа, легал, нелегал. Вот РДС, допустим, появилось 10 лет назад. А вот, допустим, у Макса канал где-то лет 6, да? У... Поменьше, меньше, да? У Стилова канал сколько? Года три. Ну вот, то есть вы думаете, они, типа, пример не с вас взяли? Ты просто вот, у тебя здесь одно, а здесь, типа, ну... Противоречит. Пацан уже, он своим вопросом противоречит друг другу. Такой, как бы... Типа, он приезжает на РДС и смотрит блок Стилова, типа. Я вообще, я меня уважаю. Противоречит? Нет, да. Вопрос-то в итоге. Мне кажется, что вот они взяли пример с них, и, как бы... Откуда ты взял пример, Макс? Ну, к примеру. Так он же говорил. Ну, он же сказал, с Тимона, с РДС. С Тимона. Нет, на самом деле так оно и есть. Я стопудово... Раз, раз. Работает? Короче, я стопудово насмотрелся реально дрифтеров. У меня плакаты, вот, приехать в мой родной город, в мою квартиру зайти. У меня куча плакатов, вот, именно вот РДС. Я насмотрелся РДС. Ну, так оно и есть. То есть, получается, стрит, это образование от официального мероприятия без наличия и финансовой возможности. Появился фильм «Форсан 3». Это все вот потихоньку, помаленьку. Блин, что делать? А сколько у меня денег? Я студент, у меня 17-18 лет. Что я могу купить? Жигу. Так. Что дальше? Там шестнарик, не шестнарик. У всех разные бюджеты. И каждый пытается... Ну, это моя... Не, я говорю, что я начинал, начинал я. У меня нету денег, но у меня есть жига за два ляма. Не, ну, она стала. Не у кого нету жиги за два... А, нет, есть одна за 10. Дим, Дим, не, погоди. Я помню Матвея, когда он приехал на первое мероприятие на своей... На своей камре? Ты должен был шестерки шестарем, выходил и хвастался впускным дросселем от 4 АГЕ. И он сел со мной, а я уже тогда весил сотку на минуточку. Поехал и говорит, не, братан, вылазь, я не могу протянуть первую дугу уже. С тобой, да. Со мной. Но с тобой мой лаурель, я думаю, тоже не протяну. А давай затестим. Шучу. Ну, надо тебе приехать. Давайте... Кстати, стоп, минуту. Женя Лосев тоже с жиги начал, если что, на минутку. У него был Франкенштейн на три... Ты видел его жигу? Ты видел его жигу? Это Франкенштейн, да. Самый реальный Франкенштейн. Я в один шестом году его снимал. Но Женя Лосев строил эту жигу и строил ее, чтобы ехать РДС. На тот момент Дрифт Баттл, по-моему, это Красноярск. Одиннадцатый год был. Да. Но он тогда поехал на него все-таки на морочке, в таком полусобранном. А на жиге он выступал в Ихкутске на Омни-дрифт-битве, когда Цареграцов еще и Чевчан только представили свои машины. Это я снимал тогда, потому что... Я тогда в двенадцатом году ездил в Новосибирск, видел с Женю, да, на морочке. Но он единственный, наверное, из тех участников, которые приехали на соревнования, прям слушал, что я рассказываю. Я там сделал сложную трассу, на которую, блин, царь сказал, это говно, едем просто тупо восьмерку, это сильно сложно. Нужно газ нажать и ехать до финиша. Я не люблю такой дрифт. Я люблю, когда есть где поработать, причем всеми педалями, и быстро, и медленно. Это сложно, это интересно. А когда ты тупо газ нажал и едешь вдоль стены, это легко и фонарно. Так, идем дальше. Следующий вопрос у кого был? Давай. У меня единственный к тебе вопрос, Макс. Когда ты едешь боком, тебе голову бьет Функ или нет? Это тебе вопрос. Пульсирует сердце. Пульсирует сердце. Отдайте микрофон вам, пожалуйста. Да ладно. Ничего интересного. На самом деле, вообще изначально у меня немного другая музыка играла, это сейчас она переродилась в Пхонг. Вообще, да, крутяк. Под него очень круто, агрессивно смотрятся любые дрифт-видосы. И даже зачастую сейчас эти профи РДС вставляют к себе видосы. Это музло. Идем дальше. Следующий вопрос. Я не могу быстро подойти. Ты пока вставай, подходи. Давай, бомби. Смысл спорить вообще, нелегал, нелегал. Изначально, с самого рождения дрифта в Японии, это был нелегал в горах. Он нелегал был, есть... Изначально, со времен рождения человечества, мы же все жили там в пещерах и так далее. И что, мы будем стоять, вернемся обратно в пещеры. Есть прогресс? Нет. Вы живете уже в домах, в комфортных. У кого-то менее, у кого-то более. Но не нужно останавливаться на достигнутом. Нужно двигаться вперед, расти. Да, это был нелегал. Да, это было какой-то тогу и так далее. Но это сейчас запрещено во всем мире. И это сильно карается законом, как в Японии, как в Австралии, как в Европе. Нельзя дрифтить на дорогах общего пользования. Что? Раз, раз, раз. Романтика их тянет. Романтика. Людей всегда тянуло что-то незаконное. Что? Всем было интересно нарушить закон. Ты нарушаешь закон? Слушай, запретный плод всегда. Сынок, ты нарушаешь закон просто. Слушай, ну давай что? Если нам запрещено законом воровать, убивать, мы сейчас это будем делать? Ну давай вот, ну это чепуха. Они же, ты все это делают, так как и не все нелегалят. Не все нелегалят, не все убивают, не все воруют. Но такие есть. Он раскрыл. Вообще, на самом деле... Как тебя зовут? Уподобляться. Сейчас Витя раскрыл суть. Вообще, суть полностью видеоблогинга. Давайте делать, что хотим или что. Да, да. Но это же тоже в корне. Идем дальше. Что мне делать, если меня поймали на стрите? И что со мной сделать, если меня поймали на стрите? Это КВН, похоже. Если тебя поймают на стрите, то первое, что тебе сделают, это дадут ремня. А потом, возможно, все обойдется просто каким-то устным предупреждением, и поедешь дальше. Какое-то предупреждение это сделают. И дадут ремня. На самом деле, смотря, к кому попадешь. Все зависит, на самом деле. Не порзеть, не наглеть. Покойно разговаривать. Что это будет за... Ты изначально виноват. Это стопудово. Не надо доказывать. Да я там насмотрелся. Я тут... Меня нечаянно занесло. Крышка была немножко лысая. И вот этот поворот скользкий. Не надо порзеть. Надо разговаривать. Ты уже виноват. Тебя остановили. Ты виноват. Надо спокойнее разговаривать. Объяснить человеку. Но вообще, на самом деле, насколько я знаю, то можно и закрыть на трое суток. На самом деле, не знаю, как у вас, но в моем маленьком мире один раз нас за все время останавливали во время дрифта. Это прям... Ну и в принципе, если ты человек адекватный, ты нормально общаешься. Как бы гаишники такие же люди, как и все остальные люди. Если ты с какой-то неправильной подачей, тебя даже продавщица в магазине неправильно поймет. И как бы ничего такого. Ничего не происходит. Просто в Москве лучше этого не делать вообще. Москва, она особенная. У нее даже вафельные перекрестки. Ребята, поднимите руку, кто-нибудь по Москве катается в Стрите? Кто-нибудь в Стрите катается? Джаз Дудрифт катается, но у них машины в Новгороде остались. Поднимите руку, кто-нибудь катается? Да, он в принципе понял. Давайте ездим. Я не перечисляю. У меня, знаете, это у меня теперь вопрос. Что дальше? Ну, типа вот... Ну, вот Макс ездит. Макс ездил по городу. Все окей. Сейчас у него все четко. Подожди, тормози, тормози. Сейчас все неплохо. Подожди, сколько... Что дальше? Вот почему никто не ездит? Я просто хочу сказать. Ну, вот мы поездили там год-два, какая-то шумиха поднялась. А что сейчас? Что-то продолжается там. Где-то кто-то прям активно ездит. Ладно, Владивосток. У них, блядь, здесь началось, к ним дошло через два года. Это норма. Как бы далеко. Ну, ладно. Ну, я вот не знаю. Ну, нигде, где я не был. Вот я езжу иногда по городам. Ну, меня как человека обычного все-таки иногда таскают на разные мероприятия. И вот... Ну, вот ездил я в Самару. Ну, там два человека ездят. Ну, вот они там ездят и ездят. У них там две развязки на весь город. Ну, вот они там собираются раз в неделю, там, ну, пошумят полчаса. И то там уже все настолько уже друг друга знают, что там... Ну, вот в это время сейчас два дебила прилетят, полчаса пошумят. Ну, это образно, как бы. Я просто говорю. И... Ну, я же не... Вот просто такое раздувание этого идет. Мне вот больше нравится, когда с той стороны сидят вот автоспортсмены, которые вот как в том году. Вот было весело, задорно. А вы все... Слушай, Макс, Макс, я скажу так, что плохо, когда ваши поступки... Плохо, когда люди тренируются на улицах, они едут в автошколу, в трим-школу. Нет, тут как бы понятно, что... Плохо, когда люди что-то там еще куда-то... Нет, Макс, плохо не то, что... А когда плохо то, что... Так неплохо или плохо? Ваши покатушки влияют на общественность. Они на что ни нахуй не влияют? Горь по нему. Макс, ну, извини, 12.51 благодаря тебе появилась в Питере. О, точно, точно. Ну, фактически. Я тут же выпустил в трейл-хэде футболки и наварился на этом. Плохо, что... Я тут же сделал вещи. Нет, ну, все равно. Вообще статью придумали, и снизу его черточка, звездочки, борщ. Ну, что вы гоните, господи? Вас во Владивостоке дрочили за выхлопы громкие. Еще в 12.51 этот придумано было в том году, когда у вас первый РДС провел. У нас до сих пор, не поверишь, у нас нету 12.51. Да, бать, потому что вас за выхлопы дрочили. Потому что у них... Потому что у них депосы есть в натуре, как там невозможно дать спать. Короче, это все такая чушь, ну... И люди, которые мне говорят, 12.51 из-за тебя. Я в Сочи приехал, прикинь, там, наконец-то, начали тоже за громкие выхлопы. Бля, борщ, это точно из-за тебя произошло. Господи, да это так смешно. Вы что, вы что скажите, что митинги из-за меня только что были в Москве. Ну, что ты еще скажешь? Это же просто привет, блядь. Это же другие уже блогеры, которые в официальных СМИ блогируют. Вот там просто сидят и думают, ну, борщ ебанул по Исакию. 12.51. Надо что-то делать, милень. Борщ перестал кататься от меня. Все, можно ездить по тротуарам. Ну, что ты гонишь? Ну, это же смешно. Господи, баночка рыббула. Еще. Все равно есть вот это, когда нелегал влияет на легал, это плохо. С плохой стороны. Не, знаете, да нет, да нет такого. Единственный момент, единственный момент, вот просто какой может быть, это когда ты приходишь, типа, в администрацию. Все. И то ты говоришь сразу же, ну, типа, мы тут ни при чем, приедем без номеров, все окей. Вот, ну, сейчас нет такого. Что? Сейчас, типа, нелегал влияет на RDSGP. Мне кажется, никаким образом не влияет. RDSGP нет, но... Он нет, только на маленькие серии в маленьких городах где-то. В маленьких городах, блядь, даже. Ну, и то, и то, ну... Не, 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 я тебе скажу, ну, я, 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 я скажу, вот у нас появился вот этот D1 фуникулер, назовем его вот так. Слушай, да их больше, их больше. А настолько охренели, честно тебе скажу, они бесцендели. Позови пацанов, дай им возможность бесплатно кататься. Пусть они делают это, хотят, блядь, ночью делать. Слушай, но... Чтобы только не мешать. Я не понимаю. Они там чисто, подожди, подожди. Почему вы все время говорите о проблеме, но не хотите ее никак решать? Макс, что такое? Ну, тебе не нравится эти 5 пацанов? Макс, позови, скажи, давайте, пацаны, как сделать так, чтобы вы перестали это делать? Господи, ты чего? Я же тебя разговаривал. Я их позвал. Ну, еще. А как вы нас завлекете? То есть их еще и завлекать. А дайте, сделайте нам бесплатную площадку. Но они приедут и бесплатно. Так, а почему не сделать? Ну, у тебя же во дворе дети гуляют по бесплатной площадке. Нет, вот ты немножко ошибаешься. Нет, за горку платят? Макс, смотри. А теперь, знаете... Давайте поднимем теперь этот вопрос. Бесплатная площадка стоит денег. Стоп, стоп. Ну, примерно сколько стоит вложить... Ну, сколько стоит заасфальтировать кусок... Не надо... Не знаешь, сколько? Сколько? Ребят, вы знаете, как это решается? Я вам так скажу. Давайте... Вот просто... Подожди. Нет, до Дима. Во-вторых, подожди. Мало того, что... Ладно, заасфальтировали, дали эту бесплатную площадку. Но ее же нужно содержать, ее же нужно убирать. За это кто будет платить? Ребят. Эти ребята хотят бесплатно везде гадить. Схерали. Схерали им кто-то должен. А вот нет. А я еще скажу. Насколько бы я не любил дрифт, но я прекрасно понимаю, что заасфальтировать кусок площадки, это примерно себестоимость небольшого спортивного комплекса. Небольшого. В котором могут заниматься тысячи детей в разных секциях. И лучше построить площадку для 20 дебилов, которые что-то там дрифтят и никуда не стремятся развиваться. Понятно, что мы дебилы. А вечно что-то просят. Либо построить небольшой спортивный комплекс, где будут заниматься дети. А сейчас я вам расскажу один факт. Я хочу, можно задать вопрос? В Красноярске... Стоп, я себе по этой теме расскажу. В Красноярске директор Красного Кольца, заместитель директора Аркадия, соответственно, Саша Бурштейн делает бесплатные заезды каждые две недели для пацанов, которые катают. Вот я эту тему сейчас хочу проработать в Екатеринбурге. Это работа города. Это круто. А ты с ней не не не... Понимаешь? Мы сделали, да Дима, реально возможно, это возможно сделать, сделать пресс-конференцию. Можно я спрошу? Я тебе скажу. У них, ты, наверное, не в курсе, но у них есть контракт с городом. И город оплачивает эти... Да, но они продвинули эту тему. И у города есть такие возможности, понимаешь? Он организовывает, он приходит в город. Вопрос не в том. 200 рублей на 10 человек каждый скинул. Это не проблема. Это не... Это бесплатно. В чем проблема? Ребят, 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 можно... Ты хочешь повлиять на все вот это дело? На что? Ну, повлиять. Хочешь на нелегал, чтобы все было более-менее. Хотя бы в Владивостоке. Конечно. Так нужно как-то немножко помочь. Я с ними разговаривал. Они не хотят... Не надо разговаривать. То есть смотри, приближение, даже немножечко сделать шаг в сторону нелегала, это какие-то требования и правила для того, чтобы не разрушилась та площадка, на которой они это делают. Например, я им сказал, ребята, мы вам даем площадку, вы условно скидываетесь по 100 рублей, потому что я хочу поставить маршалов, потому что у меня стены кругом на этой площадке. А им нужно заплатить денег, потому что это не работники трека, это люди, которые работают у меня в РДС. Ну, естественно, они не будут просто так следить за там толпой. То есть им немножко надо заплатить денег. Второй вопрос, подожди. Второй вопрос. Вы должны приехать в шлеме, потому что я не хочу... Ну, я несу ответ. Вы должны быть пристегнуты. И вы ездите без пассажиров. Все. Вот минимум... А, еще глушитель вниз, потому что у меня стоит поролон. И когда глушитель нормальный, ты прижимаешься к поролону, поролон загорается внутри, начинает леть, а он денег стоит. Я говорю, и глушитель нужно вниз развернуть. Просто делайте насадку. Вот минимальные требования, при которых вы можете приехать. О, что-то мы что-то должны делать. Вы, блин, должны нам все бесплатно дать, чтобы мы ушли из города. Почему кто-то кому-то что-то должен? А кто это сказал? Это нелегальщики. Ты это сам придумал? А? Ты это сам придумал? Что-то говоришь, что нет, мы не хотим или что-то. Если бы мне сказали, что Андрюха, давай вот... Слушай, они мне так ответили. И катайся бесплатно, вот именно на хорошей подготовленной трассе, я бы через час это все уже сварил. Слушай, но я с ними вел диалог. А они мне так ответили, что-то мы должны что-то делать. Короче, знаете... Ну, а в Невостоке у них нету денег, это самолет, естественно. Есть проблема. Есть проблема, что они хотят, чтобы... Я тебе знаешь, что хочу показать? И вот, ну, всем. Просто уровень... Уровень нелегала. Хоть как-то сделать шаг к легалу. Я тебе скажу так, что... Уровень дрифта, братан, вот что ты... Чтобы ты понимал, вот так нужно общаться с ГИБДД. Кайф же. Ну, кайф же. Жал Б, так называемый, которая находится вдалеке от города. Там нету ближайших даже... Они катают, они даже видео почти не снимают. Есть там, ребятки приезжают. И они типа конкуренты. А, вы там на второе свое кольцо ездите, а мы на третье там под лейера ставимся, на скорости типа 140. Типа такое соревнование. Но тех не слышно, не видно. То есть они не мешают, и они не наносят ущерба какого-то. Ну, максимум лейера погнули, ладно, хрен с ним. Ну, они даже не срут, не гадят там, на своем споте. А вот те, которые в центре города, они больше всех качают за то, что типа нам все все должны дать бесплатно. Ну, а что, все, он шел этот... Не-не-не-не-не. Мне кажется, тихо стало. Он садится. И вот из-за этого проблема, что они вредят, то есть они своими гоночками настраивают общественность против дрифта. Вот я к этому веду. Я понял. Они не хотят ничего делать, чтобы сделать шаг. Я понял. Сделайте все за нас. Единственное, что нам не хватает, и по одну... Вот, 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 Макс, все правильно. Ребят, единственное, чего нам не хватает, по одной и по второй сторону медали, это культуры. Культуры не хватает, культуры происходящего. Ну, мы же разумные люди. Я думал, ты скажешь, культуры за носа не хватает. Не, ну, слушай, мы пошли на встречу. Предложили. Говорю, ребятки, вот минимальные требования, чтобы вы к нам приехали. Не вопрос. Им просто проще заправить тачку и поехать наваливать. Раз в неделю хотя бы пойдем на встречу. Они, да мы не будем ничего делать. К вам ехать 40 километров, нафиг нам это надо. Мы там все нормально чувствуем. Это называется бескультуре с их стороны. Они тащат на себя одеяло и думают, что им все все должны. Не хотите, чтобы мы тут срали, сделайте нам, типа, бесплатный туалет. Ну, так не должно быть. И в воротарь нападающий. Воротарь нападающий. Ну да. Я за адекватность. Я за адекватность. Мы тоже. Мы тоже. Слушай, ну, я, наверное, уже все-таки старый человек, да, я люблю ездить в машине без музыки, чтобы не гудела перделка там. Стекла закрыл и еду в тишине и кайфую от этого. Но я выплескиваю адреналин, да, у себя на тренировках. Я там учу людей, сам катаюсь каждый день, но я это делаю на площадке. Ладно, есть еще вопросы у кого-нибудь такие? Я там выплескнул безопасности, шлеми пристегнутые и все. Я согласен, но завтра я и не в стрит. Поднимите, пожалуйста, микрофон мне погромче. У меня один вопрос. Вот сейчас все катаются на JZ, RB, LS, на старых машинах. А что вы будете делать дальше? Не про нас. Да не надо. Все равно меня не слышно. Так и нет, тебя слышно. Сейчас все катаются на старых двигателях и старых машинах. JZ, LS, и это все на марках, на туриках. Что вы будете делать, когда все это кончится? Турики не кончатся. Аркаша сказал на наш. Ребят, ребят. Турики не закончатся. На наш век хватит. Что я сказал, Аркадий Петрович? JZ еще скоро не закончится, потому что когда закончатся турбо-JZ, есть еще атмосферные JZ, из которых тоже можно сделать турбо-JZ. Поэтому появятся другие моторы. Не важно. Всегда прогресс не стоит на месте и находится пути решения, да. JZ не закончится точно. Ну что, господа, у нас время подходит к концу. Давайте подведем итог. Все кайфово, все отдыхают. Дай бог, чтобы такие выставки организовывались. Спасибо большое, давайте скажем, организаторам. Организаторам поаплодируем. Мы все здесь с вами собрались. Легал, нелегал, те, кто просто дрифтят. Может быть, кто вообще не дрифтит, просто пытается. Поэтому это очень круто. Всем большое спасибо. Увидимся с вами на следующем Дрифт Экспо, который пройдет в Сочи. Обязательно следите за группой Дрифт Экспо. Всем большое спасибо. С вами был Стас Рыбин, Цига. Всем пока-пока. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok